По определению медицинской энциклопедии, импотенция – это половое бессилие, при котором мужчина не в состоянии совершить половой акт. Импотенция – хорошо распространенное заболевание, и хотя оно в некоторых случаях не означает полную потерю полового удовлетворения, но во всех случаях ведет к снижению качества жизни пациента. Бытует мнение, что импотенция – признак неизбежного старения мужского организма, и бороться с ней бессмысленно. В большинстве случаев импотенция является следствием или местным проявлением таких системных заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, депрессия. В настоящее время у большинства пациентов импотенция может быть диагностирована при помощи объективных методов обследования и эффективно излечена благодаря большому выбору современных лекарственных препаратов и хирургических методик. Причины. К основным причинам появления заболевания можно отнести. Воспалительные заболевания мочеполовой системы и органов малого таза – простатит, цистит и т.д. Недостаточный артериальный кровоток в сосудах эректильного механизма, диабет, гормональные нарушения, различные травмы позвоночника, травмы полового члена, операции на органах малого таза, прием лекарственных препаратов, депрессии, стрессы. Классификация. Органическая импотенция характеризуется прогрессивной потерей эректильной функции, проявляющейся снижением качества эрекции. При органическом генезе заболевания отмечается исчезновение ночных и утренних спонтанных эрекций. Психологическая импотенция возникает внезапно и обычно связана с определенными событиями в жизни. При данной природе болезни ночные и утренние спонтанные эрекции сохранены. Эрекция часто индуцируется при помощи визуальной стимуляции или фантазиями. Лечение. Лечение импотенции – это устранение основного заболевания, которое стало причиной эректильной дисфункции. Не всегда возможно полное излечение, тогда прибегает к симптоматическому лечению. Первый способ искусственного достижения эрекции достигается за счет инъекции сосудорасширяющего препарата в кавернозное тело полового члена перед половым актом. Такой метод можно использовать не более одного раза в неделю. Его основными недостатками являются возможность осложнений и склерозирование кавернозной ткани, а также болезненная эрекция. Медикаментозное лечение направлено на повышение общего тонуса организма, укрепление витаминами и микроэлементами, а также небольшое увеличение интенсивности кровотока в сосудах полового члена. Такие препараты способствуют улучшению эрекции, оказывают благотворное действие на весь организм. Берегите себя и будьте здоровы!